привет мои дорогие привет девочки это расклад для неуверенных в себе и для тех у кого тревога страхи и всякая такая ерундистика в голову закрадывается это бывает девочки тревога вот такая какая-то страхи и это это расклад мне предложила софья софочка для тебя и для всех нас я иногда тоже бываю в себе неуверенно девочки дам точнее у меня не то что неуверенно в себе я заметила что это именно когда у меня какая-то тревога да за какое-то вот дело я понимаю как она закончится но все равно не могу себя вот побороть и все время пытаюсь найти себе какое-то место дам вот хожу туда-сюда и хвостом дергаю так вот давайте посмотрим как стать уверенной в себе и избавиться девочки от страхов у нас будет четыре развернутых варианта посмотрим что за страхи посмотрим как стать уверенной в себе что вообще мешает и может быть я не то что думаю может быть а какой-то совет сейчас выцепим мои дорогие да первый вариант 2 3 4 давайте посмотрим как стать уверенной в себе и избавиться от страхов девочки смотрим это гадание только когда чувствуем вот этот страх этот страх должен прицепиться к этому определенному варианту как избавиться от страха внутреннего какого-то такого страха тревоги и быть более уверенной более так сильной четкой давайте посмотрим и далее каждого варианта буду доставать вам еще дополнительные карты чтобы будем вообще посмотрим что к чему и я даже сейчас вот себя настраиваю на то чтобы вот испытывать вот этот этот же какой-нибудь страх понимаете эту же неуверенность которую сейчас буду перебарывать вместе с вами мне даже язык начинает заплетаться кстати ну что выбирайте выбирайте своим страхом неуверенностью своей выбирайте ну что поехали смотрим девочки первый вариант девятка мечей сильно страх сильная тревога и сильная неуверенность себе все что только можно придумать из этих вот страхов выпало здесь девочки и причем знаете вот это вот это может быть депрессняк очень мне похоже даже на какой-то такой вот я бы даже сказала это какое-то постоянное чувство до какой-то вот надломленности что делать девочки тяжеловатый случай конечно здесь девятка мечей и девятый старший аркан да это такое вот что-то застарелая мучает вас какой-то такой вот тревога страх причем на постоянной основе не то что там возник и ушел а вроде бы знаете пытаешься себе настроение как-то поднять да а вроде бы подняла потом херак как говорится и опять все скатилось в это вроде выбираешься как с ямы а потом опять туда падаешь выбираешься опять падаешь туда девочки тут знаете как идет мне да как с этим бороться во-первых выпал рыцарь пентаклей пашкубков и тройка пентаклей да я бы так сказала тут надо реально сбросить выпустить пар и именно девочки это сделать на мужчину получается я еще тут вначале не сказала но я сейчас все таки из-за этих пентаклей договорю тут получается как будто бы это на вас что-то такое наведенное да как будто бы это либо присутствие кого-то вокруг вас да вот какого-то такого вампирюги я бы даже сказала который вот так вот просто знаете откачивает от вас вот эту вашу кровушку да даже вашу уверенность в себе и дело в том что вот здесь вот карты советуют что тут надо сорваться сорваться да и высказать что-то какому-то именно мужчине и дело в том что этот мужчина рыцарь пентаклей да пентаклей они это в себя втягивают вот вашу эту негатив это вот ниточка вот этот черный клубок который у вас собрался да если вы это завяжите на орете на какого-то мужика вы скажете ему все что о нем думаете ли все к такую злобу свою покажете да вы получаете завяжите эту черную ниточку на ком-то другом и когда этот паш ну ладно пусть будет паш кубков когда этот рыцарь пентаклей он будет от вас куда-то увиливать либо вас жалеть да он получается будет этот клубок разматывать и он этот клубок будет уходить с вас да он обладает вот этой возможностью хотя по нему не скажешь сразу и тут такой момент только и когда он вас простит да это все закончится а что сделать сейчас для того чтобы чувствовать себя уверенной девятнадцатый старший аркан солнца вам надо девочки смотрите как может быть из-за того что я сейчас гадаю осенью до светит у вас солнце не светит девочки солнце но уже вот какие-то такие знаете люксы как говорится волны солнечного света они пошли на убыль да и на это на вас тоже очень влияет я бы вам посоветовала даже химическим путем свой организм сейчас подбрасывать как говорится труд туда дровишек в огонь то есть девочки купить в аптеке витамин d3 в каплях знаете такой витамин и посмотрите сначала в интернете подходит он вам или не подходит и все-таки его попить даже если вы пьете витамины тут получается какой-то такой вот момент именно с тем что вы в себе то этот клубок черный накапливаете да а он у вас по идее должен выходить а он не выходит из-за этого у вас получается и тревога и страхи и неуверенность себе и тут получается выпал этот пентакли вы да тот который в себя это забирает именно негатив на словах как будто вам через вот знаете высказаться надо да вот эту вот даже внутреннюю какую-то злобу из себя достать и в то же время девочки химическим способом до выжигаем это все витамин d3 и магний b6 это то что заменяет солнце вам мало именно солнечного света это может быть знаете девочки может это и осенний какой-то депресс да и может у вас не не в первый раз вот такое бывает именно вот в межсезонье какой-нибудь но вам надо сливать этот негатив по любому девочки да не держать в себе вам надо выругаться а дело в том что вот когда вы ругаетесь именно по жопу рыцарю пентаклей он превращается в пажов по в пажа кубков он получается должен вас простить да он вытягивает это прощает он вам назад не плюется этим говнецом и получается знаете вот так вот он забирает вот этот вот клубок вашей этой черной фигни которая вас накопилась причем девочки она накопилась сама не просто так я бы сказала что по вот этой вот девятки и по отшельнику да что это где-то вот возле вас какая-то такая тварина ходит какой-то вампирюга который у вас эту энергетику откачивает это знаете вот сейчас как модно говорить абьюз да то есть когда на вас вот как-то влияют это может даже вам незаметно где-то гипнотически да с помощью гипноза кто-то даже может на вас говорить какие-то такие слова которые вроде бы вроде бы ничего не сказал да но вот они блин просто выбивает из колеи тут надо конечно тут не просто такой расклад что взял просто вам сказал пару советики советиков дал да или руками помахал все прошло нет тут надо нескольким девочки надо брать себя реально в руки надо брать браться за себя и саму себя вот так вот знаете пролечивать очень хорошо и я бы сказала что тут надо даже перекидывать на других но и но именно еще как будто в теле у вас вот по этой карте по солнцу да не хватает именно даже вы знаете химических реакций в вашем организме не происходит тех которые должны вас как-то знаете распускать как розу как будто вы вот зажались понимаете и ни одна мышца вот не можете распрямиться понимаете что еще сделать здесь надо да девочки тут надо реально себя выводить из этого состояния причем с помощью других людей с помощью магии да тут просто сказать что чистку сделать нет тут надо чтобы вы вот этот вот вот этот клубок черный себя изрыгнули понимаете рыгать неприятно да но его надо в себя вот срыгнуть по-другому не скажешь это и слезы могут течь и все но это действительно так я бы вот смотрите если вам не с кем поругаться и вам жалко людей регистрируетесь где-нибудь на каком нибудь даже сайте знакомств вставляете туда именно свое фото город меняйте там еще что-нибудь и просто вот те даже мужчины которые вам пишут да начинайте просто с ними гавкаться и вот дело в том что когда вы вот эту вот вибрацию я говорю вам еще и со своей фото да они должны знать с кем они ругаются не просто из постижка потому что не будет ударяться вот этот вот не будет завязываться вот этот вот негатив к ним переходить именно от вас к ним а тут надо получается поругаться с людьми и почему она так идет может как раз таки вот это влияние на вас как на отшельницу было для то может оно было сделано либо на рассорку какую-нибудь да либо на то чтобы вы гавкались с теми людьми которые находятся рядом с вами ну что-то типа того кратника рассорки да чтобы вы гадости говорили именно тем людям ключевым людям своей жизни а для того чтобы этого не было она но но оно должно выйти вот эта вот программа с вас да она должна выйти через каких-нибудь левых людей если вы просто пойдете как говорится в лес обмене эти дерева это не поможет надо именно знаете вот эту вот гадость выплеснуть на других людей им будет все равно они с вами погавкались и забыли да и больше как говорится и уйдут от вас и вот эти вот даже вот мужчины в соцсетях на есть может даже группы такие где можно ругаться да вам надо реально поругаться вот именно с мужчиной понимаете именно на мужчину выплеснуть потому что вот эта вот программа как раз таки на то чтобы вы нормально не разговаривали да с людьми которые вокруг вас лучше 0 на левого кого-нибудь выплеснуть девочки и тут конечно же все равно надо ставить защиту вам по-любому потому что не такое ощущение что вот это вот бомбежка да она может повториться в вашу сторону так что девочки тут конечно у вас сложный вариант с этой неуверенностью в себе в общем девочки что делаем вот эту гадость которая вас накопилось надо сбросить на мужиков до в интернете но от своего имени хотя бы пусть имя будет ваше настоящее написано да либо ваша фотка все и вы от себя это изрыгаете вы направляете на мужчин и один из этих мужчин будет пентакли вы которые знаете с вами в разговоре вот будет он потянет это и вывод когда будете ругаться вы почувствуете что со вам сразу стало легче идете в аптеку витамин d3 магний b6 вот эти вот для нервов да тут успокаивающие вам не так будут помогать вам надо именно для того чтобы химические реакции в организме пошли те которые вы знаете когда эритроциты образуются красные крови кровенистые тельца да мы от этого и живем это наша кровь а у вас получается вот как что-то забито понимаете забито и вот этот клубок потихоньку надо перемотать на кого-нибудь другого тут знаете еще вот кстати кто этим может заниматься до верить нить уже язык заплетается веретничество девочки тем кто занимается веретничеством да либо попробовать эти веретнические обряды на себе но вот это вот веретничество да оно как бы относится приблизительно оно относится к черной магии да и возможно на на вас как раз такие веретник и работал и потому вот это надо как раз через это вот веретничество и выводить потому я вам так вот и советую девочки поругаться понимаете посначала поругайтесь потом купите в аптеке вот эти вот d3 для того чтобы вам солнышко светило как говорится да а потом уже можете что-нибудь из веретничества до пепи на другого кого-нибудь вот перекладывать до снимать веретничество себя потому что мне вот этим вот попахивает все я держу за вас пальчики пусть у вас все будет хорошо не бойтесь никого кстати кстати девочки да я вот сейчас вот постучала да и мне даже легче стало потому что я вот тут вот переживала с вами это да мне было сейчас трудно говорить да у меня заплетался язык а вот я как стучу я как в себя прихожу вот интересно так девочки давайте посмотрим второй вариант как стать уверенной в себе избавиться от страхов девятка пентаклей девяточка пентаклей девочки говорит что страх есть не один они бы я бы даже сказал какие-то блуждающие у вас страхи то страх одного то только один один страх пройдет какой-то другой ни с того ни с сего может возникать да и вот какое-то такое что за страхи тут тоже восьмерка пентаклей шестерка пятна пентаклей четверка жезлов девочки вот за что за что но за деньги переживать не надо все будет идти своим чередом а вот кстати тут вот страхи такие как знаете остаться одной с какими-то такими вот и ритуалами связанными именно знаете созданием пары забеременеть но все что с любовной такой вот магией связана получается тут не сколько за карьеру сколько вот именно страхи такие как стать уверенной в себе девочки одни пентакли идут просто одни пентакли я бы сказала так это не самый хреновый вариант у вас выпал первый был действительно хреновый девочки но вы его не выцепили да вы достали вот этот второй вариант а вот с этим втором с этими страхами мне идет получается знаете внешне что-то внешне это то что либо с кожей связано либо это может быть у вас вот это вот корочка вашей ауры да она как-то нарушена и вот эти вот страхи они вас проникают дальше могут быть вопросы девочки именно с вашей одеждой почему-то мне идут вот именно знаете ободок ваш вашего тела вот здесь идет и вот с ним что-то не то он как бы знаете с дырочками как порван и и вот из-за него это как как это как сквозняк какой-то а из сквозняка можно заболеть и вы это чувствуете и вот от этого такая знаете неуверенности страх это вот знаете вот когда сидишь например в автобусе в маршрутке да и там где-то что-то открытое ты понимаешь у тебя холодным воздухом вспотевшую обдувает и ты знаешь что плохо так вот сидится неуютно и ты понимаешь что блин сейчас какая-то фигня-то будет я заболею или еще что-нибудь да неуютность и вот этот вот сквозняк как раз вас проникает вот такие вот дела но именно это связано даже не сколько даже девочки с деньгами с работой сколько вот со взаимоотношениями с людьми и причем причем сама себе можешь в зеркале не нравятся да может думаешь там про детей про мужчину думаешь да и все это мне не хватает девочки тут угодно густовик на одном тут не погадаешь я сейчас возьму герметическая таро вот я его взяла и мы сейчас с вами посмотрим как от этого избавиться хочу вот ухватить вот эту мысль как ее бить что за страх страх что ничего не получится десятка мечей все по минусам будет до что с ним делать во первых ты сама обновляешься тебе 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 не надо обращаться вот к мастеру чтобы тебе этот страх снял да вот твои страхи тревоги все остальное ты сама обновляешься да или и дело в том что ты даже сама находишь вот эти вот методы как избавиться от этих страхов может просто тебе уже надоело что они на тебя так иногда садятся да на самом вот мне вот идет по этому раскладу как в принципе да никаких особо проблем нету но есть просто состояние до души такого порванная грубо говоря аура кота которая тебе вот эти вот знаешь а вот сквозняки у тебя в голове и делает чушь а чушь у тебя так вот она порвана что случилось что случилось почему звезда это чья звезда то было вот смотри выпало две звезды до звезда и пентакля выпала у тебя я тебе так скажу вот сама ты как выпала до мне принцессой принцессой пентакли которая сама обновляется на тебя возможно был какой-то удар против тебя да где-то тебе как говорится хвост подмочила но все проходит она стороной ты просто чувствуешь вот эти вот негативы на которые на тебя могут сыпаться но из-за вот этой вот свои чуйки ты от них уходишь но тревога остается это знаешь как как с гуся вода с тебя она все будет уходить да но единственное что тебя не тро вот вот это вот то что должно было случиться хреновые вещи с тобой они с тобой не случаются тебя они обходят стороной но вот это вот ощущение страха она остается понимаешь ты молодец сама можешь с этим всем справляться да но вот это вот чувство страха и неуверенности в себе она вот у тебя само собой только утекает ты никогда с этим не боролась ты всегда боролась с обстоятельствами да какими-то в куда ты папа попадала но никогда не боролась именно со своими чувствами по отношению к этому я практически такая же я например могу отходить год и полгода от какой-нибудь такой вот фигни да вроде бы жить своей дальше жизнью и все-таки вот эти вот страхи которые у меня оставались от какого-нибудь удара на меня да они проходят у меня дольше причем этого уже ничего нету да но вот у меня кстати недавно было вот девочки расскажу прям то что было у меня как говорится на днях да чё-то я как-то прицепилась к машине до прицепилась к машине прицепилась прицепилась и что-то мне не так и что-то не то и какая-то вот страх и тревога да еще вы думаете выглядываю я в окно и как говорится audi соседа черная красивая такая audi получается выезжает со стоянки и бахается с другой машиной понимаете и с меня сразу страх ушел потому что в два дня я ходила я вот этого боялась и причем мне даже мне даже в этом мой один знакомый тоже написал про машину как раз да не и с такими этими вот что мы так немного знаете по зубы друг другу поскалили да и вот я вот чувствовала вот это что на меня идет как говорится атака да и я ее пережила она меня не коснулась но она коснулась машины напротив моей машины точно такой же машины как у меня понимаете и это был пипец и у меня сразу этот страх ушел и у вас получается тоже вот это вот ведьмовская ведьмовская ваша сила она вас защищает девочки ведьмовская это я так говорю да вы можете относиться к любой иерархии но я так в общем говорю да что это волшебная сила но вас защищает от обстоятельств но вот это вот чувство страха и тревоги оно остается и надо его как-то гасить она либо само гасится сразу когда что-то происходит то что должно было с вами произойти либо она вот так стухает стухать стухает 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 со временем и долго стухает вот это вот чувство потом пройдет вроде бы вся уверенная в себе все такое потом хренак еще какой-нибудь тут надо бороться именно вот с собой, девочки, да, с, я так думаю, что тут можно попробовать поставить какие-то определенные защиты себе, новые какие-то, обновить девочке защиты, кто сам себе ставит, да, даже вот посмотрите в интернете, что вам больше всего подходит, вот потому что бывает иногда нарвешься на какой-нибудь даже авторский какой-то этот, и видишь, да боже мой, какая красота, да, какой обряд хороший, и его на себе, например, пробуешь, вот такие вот дела, тут не, тут не внешка на вас влияет, а именно вот это вот чувство, остаточное чувство от того, что должно было с вами произойти, понимаете, эти страхи, это просто остатки от какого-то негативного воздействия на вас, то, что обошло вас стороной, то есть, девочки, вы можете не бояться, да, вот того, чего вы боитесь, потому что оно вас касаться не будет, понимаете, оно вообще никак вас касаться не будет, потому что вас защищают, но вот это ощущение, да, чего-то такого непонятного, оно остаётся, и вот именно надо бороться именно с этим страхом, с этим ощущением, уговорить себя, что это не, что это не произойдёт, это меня не касается, я этого боюсь, значит, этого не будет, можно себя так поуговаривать, а можно поставить на себя дополнительные защиты, чтобы ещё подлатать вот эту вот свою оболочку, ауру, для того, чтобы не ходили сквозняки, а ваши страхи, это как раз-таки просто сквозняки, закрыть форточку и всё. Страхи и страхами, девочки, тут надо лечить, знаете, клин-клином вышибают, даже можете попробовать смотреть фильм ужасов, да, вот вам страшно, вам нервно и страшно, возьмите, включите страшный фильм ужасов, да, и смотрите его, и тот страх поглотит этот страх, и он переквалифицируется в другой, ваша фобия сосущая, да, она переквалифицируется в этот страх другой. Я, например, арахнофоб, да, и я знаю, что я вот боюсь пауков, я схожу на выставку пауков, а потом пауков я не боюсь, хотя пауки – это единственное, что я боюсь. Вот и вам надо. Это просто вот сквозняки, которые гуляют через вас, но на вас повлиять ничего не может того, чего вы боитесь, понимаете? Я бы даже сказала, что тут вот с этими страхами, да, выпал практически такой же характер, как у меня, вот честное слово, и бороться, да, будет, будет, девочки, тяжеловато. Знаете почему? Лень, потому что будет. Вот такие вот дела. А так ничего не бойтесь, с вами ничего не произойдёт, всё будет с вами нормально. Вас защищают от обстоятельств, ваши защитники, ваши высшие силы, они вот защищают. Ничего не будет того, чего вы боитесь. Понимаете? Это просто страх, либо остаточный, либо от того, что происходит, либо от того, что будет происходить. Просто надо себе эти гасить страхи. А так с вас, как с гуся вода, всё. Вот такие дела. Третий вариант, мои дорогие, как стать уверенной в себе и избавиться от страхов. Девочки, выпала звезда. Семнадцатый старший аркан. Все страхи уйдут, улетучатся, и всё будет нормально. Вам не надо ничего бояться. Тут были так себе варианты. Ваш самый нормальный, вот из трёх, которые я выкладывала, да. И вы не зря его выложили здесь. Давайте ещё посмотрим, что за страхи у вас. Колесница. Двойка жезлов. Семёрка кубков. Так, а что это такое? Ищешь, не найдёшь. А кто это ночью так делает? Девочки, короче, есть такой один момент, да, связанный с вашей неуверенностью в себе и страхами. Дело в том, что... Мне даже хочется, знаете, направление даже сказать. По диагонали. По диагонали и вниз. Прямо и вниз. Это что такое-то? Тут, девочки, не страх идёт у вас. Тут, знаете, нисколько даже неуверенность в себе, страхи. Тут либо вообще у вас страхов нету и неуверенности в себе, но у вас есть интуиция, да. Чуйка не подводит. И когда вы начинаете чего-то бояться, да, почему-то мне идёт... Либо это как боковое зрение, да, либо это как по диагонали. По диагонали в сторону и вниз надо смотреть. И когда на вас нападает этот страх, надо смотреть либо... Вот это что, боковое зрение, что ли, такое? Знаете, как боковым зрением что-то смотреть надо. А дело в том, что через это боковое зрение как будто, знаете, хотят вам показать вот кого-то, кто на вас как-то пытается плохо влиять. Но именно это можно увидеть вот по диагонали боковым зрением. Что ж такое-то? Я так думаю, смотрите, девочки. Когда на вас нападает вот этот ваш страх. Дело в том, что он не всё время с вами. У вас сильная звезда выпала, колесницы, да, жезлы. Но выпал вот этот, вот эта вот херня, да, вот этот бок выпал. И причём как будто вот именно боковым зрением вы испытываете страх именно в тот момент, когда идёт на вас какое-то влияние. Понимаете? И вот этот страх, это не страх, и это не неуверенность в себе. Это работает ваша интуиция, ваша чуйка. Вы чуете, что что-то не то, либо кто-то не тот рядом с вами. Тут может такое, девочки, быть, знаете, вот когда не то, что там голоса слышишь или что. Тут именно как будто бы может быть присутствие кого-то другого, потастороннего, либо какое-то, знаете, такое аномальное место. Либо какая-то сущность как будто бы пытается, вот знаете, подойти к вам поближе, а вы начинаете испытывать страх, да, неуверенность в себе именно в эти вот моменты. И причём не связывайте это никак с вашей деятельностью, с вашей обычной жизнью, да. Если вы думаете, что у вас нет уверенности в себе, что вы не можете на работу устроиться или там найти свою пару, да, всё это не то, девочки. Вы именно, вот эти просто задачи, они ваши задачи, повседневные задачи, буднейшие, они всё время у вас в голове, да. Но когда срабатывает вот этот страх, да, вот эта вот чуйка, вы чувствуете опасность, что ваши планы могут нарушиться. А они могут нарушиться, потому что к вам пришла вот эта вот… Это какое-то вот существо, это сущность какая-то, которую реально либо по диагонали, либо боговым зрением как-то смотришь. Вы со своей жизнью это не мешаете, девочки. Ни с какими своими деньгами, ни с мужчинами, ничего. Это именно какая-то такая чуйка таких вот моментов. Кто-то пытается к вам подобраться, но он не может. Кто это? А ну-ка, выходи. Кто это? Император. И что ты просишь от неё? Блин, девочки. Это кто-то из этих. Это, девочки, не мёртвый. Это не мёртвый император, хоть тут и смерть, да. Это просто, это какая-то сущность, которая хочет как будто бы с вами что-то сделать. Знаете, как обычно? Это касается инкубов, суккубов. Это может быть какой-нибудь домовой, который хотел бы с вами что-то провернуть. Понимаете? Но и вы начинаете испытывать страх из-за этого. Но не связывайте это со своей жизнью. Вы думаете, там, красивая вы или некрасивая, здоровая, нездоровая, получится у вас это или не получится, то вот этот страх, вот этот страх связан именно с тем, что вот он-то улетучивает, этот страх. Вы посмотрите, где больше всего вы этого страха испытываете, да. Где именно. И когда только вы испытываете этот страх, вот смотрите вот боковым зрением, да. Можно через зеркало попробовать смотреть. Может, вы чувствуете ещё что-то. Это просто какая-то там сущность. И вы на неё так вот отвибрируете, понимаете? Вибрируете на неё, на эту сущность. А не то, что там уверенность в себе, застать, да, избавиться от страхов. Это не тот житейский страх, который… Кто-то просто пытается видоизменить ваше сознание, да. И вот когда вы это чувствуете, что оно где-то рядом, да, у вас получается вот это… Что-то выходит, девочки, да. Вот эти вот страхи как будто бы, да. Но я не могу их назвать страхами. И неуверенностью в себе я тоже не могу сказать. Это просто вот… Чуйка какая-то. Вот ваша интуиция и чуйка, она работает, что вызывает вот этот вот, знаете, страх какой-то. Я бы тут посоветовала вот такой отпугиватель. Давайте посмотрим, что за отпугиватель, девочки. Что за отпугиватель? А у вас ничего не разбивалось, не падало? Может, саму по себе? Вам надо как будто, знаете… А ну-ка, что это? Я бы разбила что-нибудь, девочки. Вот это оно боится какого-то бития. Может, бития посуды боится, да. Вот как будто бы что-то должно вот упасть. И это может даже убежать. Тут надо ритуал какой-нибудь с разбитием банки, бутылки какой-нибудь, да. Посуды громко. Вот, девочки, как только посуды… Смотрите, какая тут фишечка, да, идёт. Вот попробуйте, реально-то я вам говорю, да, попробуйте то, что я вам сейчас советую. Возьмите какую-нибудь бутылку, тарелку, вот что-нибудь ненужное такое, да. Как только вы испытываете страх, как только вот этот вот неуверенность в себе, страх на вас вот реально напали, вам уже всё не так и всё не то, возьмите тарелку и об пол ударьте. Вот реально шипану это. Потом сметите, и всё. И, знаете, вот эта вот сущность, она будет громкого вот этого бития бояться. Она от вас отстанет. И такое ощущение, что вот либо падало уже что-то, это просто какая-то гнидота к вам подобралась, понимаете. И причём это, с одной стороны, даже хорошо, что это не мёртвый привязался, потому что мёртвых снимать, на которых ещё какие-нибудь задачи, если кто-то ещё повесил, тут вообще. А у вас получается, что это просто типа такого чего-то, домового какого-то, такого инкуба, суккуба, которых хотел бы там чего-нибудь с вами там замутить, понимаете. Вот это какая-то такая субстанция, девочки. Это как привидение, грубо говоря. И вот вы его ощущаете. Я бы вам посоветовала вот побить что-нибудь. Вот, девочки, смотрите. Вот смотрите, что у меня есть. У меня тут на столе стоит такая... Это венецианская гондола стеклянная. Это натуральная такая гондолка, которую я, кстати, в Венеции купила, да. И я вам скажу, был у меня конь, были у меня всякие рюмочки, всякая фигня именно с венецианского стекла вот этого, да. Есть там два острова. Это я сейчас отвлекаю вас. Бурана и Мурана. Так вот, на острове Мурана делают вот это вот стеклодуво, такие вот вещи. Как разбивается прикольно это стекло, да. Вы думаете, вот если я кинула бы сейчас, да, оно бы разбилось там на какие-нибудь большие части? Девочки, в сахар разбивается. В такие мелкие осколки разбивается, что, мама дорогая, как какие-то вот пробирки. Так что побейте, мои дорогие. Вот даже смотрите. Вот, девочки, обратите внимание, да. Вот ощущения свои почувствуйте, когда я вот сейчас это сделаю. Вот просто по стеклу постучу металлом. Вот что вы почувствуете? Девочки, если вы чувствуете, что вам, как говорится, аж легче вот становится, да, вот приятный такой звук, да, пошли, как говорится, и разбили какую-нибудь тарелку ненужную. Бейте посуду, мои дорогие, бейте. Именно, когда боитесь. Не бойтесь разбивать. Это, тогда оно убегает. Знаете, оно что-то с этим связанное боится. Вот такой вот вариант. Так, девочки, четвёртый вариант. Как стать уверенной в себе и избавиться от страхов? 21-й старший аркан у вас, мои дорогие, выпал. Ну, сейчас мы его с вами посмотрим. Что это такое? Что это за страхи? Что-то за неуверенность в себе? Да, хватает тут с чем биться. А я вам скажу, кто виноват, девочки. Смотрите, какая королева мечей у вас тут выпала. Мечи, мечи, мечи. Обратите внимание, да, хоть это и правосудие, но меч, меч. Вот смотрите. Меч, меч, меч. Мечи, мечи, мечи. И тут, и тут. Это на вас, мои дорогие. Какая-то королева мечей. Чё-то вот, а как будто... Смотрите, это 21-й старший аркан. Негатив в вашу сторону. У вас просто какая-то баба ненавидит просто. Ненавидит. От всей души ненавидит. Понимаете? Такая ненависть. Это просто какой-то пипец. Ненавидит. И мало того, что ненавидит, она как будто бы, знаете, аж ждёт. Понимаете? Чтоб с вами что-нибудь такое приключилось. Чтобы вот-вот, вот, вот, прям сейчас уже скоро должно быть, да? И вот это неуверенно в себе и эти ваши страхи, девочки, да? Они не просто так с самой собой возникли. Они возникли из-за того, из-за планомерной, структурированной работы королевы мечей по отношению к вам, девочки. И ещё, смотрите, королева мечей Климт, Густав Климт, хорошо передаёт именно тех людей, которые что-то наводят на вас. И вот, мои дорогие, если хотите знать, посмотрите на это лицо и запомните его. Это может быть молодое лицо, либо так, как она выглядела в молодости, да? Ну, какая-то женщина, ну, просто аж пуканы ей разрывает от ненависти к вам. И как будто бы вас довели до этой неуверенности в себе, до этих страхов вас тоже довели. Это не ваши страхи и не ваша неуверенность в себе. Это какая-то тварина так вот влияет. А как от этого избавиться? Девочки, вот смотрите, что выпадает, да? Как избавиться? Как всё закономерно, когда вот работы чужие видишь, да, на Таро. Смотрите, мечи, мечи, королева мечей, да? Правосудие старший аркан выпало. И мечи, да? Как от этого избавиться? Кубки выпали и императрица выпала. Причём, обратите внимание, как правосудие напоминает карту императрицы. Видите? Практически, как говорится, одно и то же лицо. Похоже, да, на правосудие. Тут надо... А, подождите, шестёрка и четвёрка кубков. Тут надо обратку делать. Тут по-любому надо этой ненавидящей бабе делать обратку. Девочки, если вас кто-то ненавидит, причём, так знаете, я бы даже сказала, атакует у вас прямая конфронтация с этой бабой. И, понимаете, у меня такое ощущение, что она вас как-то додавливает, а почему-то вы ничего не делаете. А тут, получается, как будто бы её надо вот добить. Причём, снять вот эту вот работу. Вот прям на изломе сейчас. 21-й этот старший аркан, а следующий с нуля начинается, да. Но она... А у неё, знаете, какая идея была у этой бабы, да? Чтобы вот 21-й аркан добить вас, и потом, чтобы вы либо подурнели, вот в прямом и переносном смысле этого слова, дурочкой стали, понимаете? Дурой, дура, дура. Вот так вот. Тут надо ритуал, девочки. Смотрите, девочки. Я вот просто смотрела, что сейчас можно сделать на этой растущей луне. Потому что она, конечно, до убывающей, но получается мне такое ощущение, что, вот знаете, не дотягивает до убывающей луны, чтобы вот... Тут надо на врага, девочки, ритуалы против врагов делать. Мнимых, немнимых, всё равно. Лучшие ритуалы от врагов – это заговоры Мансур. В интернете можно тоже найти. Правда, хорошо надо порыться, хорошо поискать. Заговоры от врагов Мансур, да. Их почитать, и там, что велено, то и делать. Тут надо просто возвращать вот эту вот фигню. Причём я скажу, что это настолько возвращается, это какая-то такая, знаете, зависница, которая, в принципе, она даже меньше вас. Потому что не так уж много надо сделать для того, чтобы это вернуть. Ей это стоит каких-то колоссальных усилий на самом деле. А вам это, в принципе, ничего не стоит. И вы посмотрите, да. Она хочет с вас сделать нулевой аркан дурака, а вы всё равно императрица. А у вас всё равно кубочки выпадают. Понимаете? А у неё ничего. Давайте я, знаете, ещё всё-таки выложу тут карты. Тут трудновато, девочки, гадать, потому что я те карты оставила, я их не собирала, да. И тут мало, и получается, дольше говорить приходится. Что сделать для того, чтобы убрать врага своего? Мне так хочется, лапы чешутся, сказать, что если вы знаете этого врага, возьмите её фотку, да. Это, сожгите её, в унитаз вылите, смойте, и говно пошло по трубам, да. Мансуровский какой-нибудь хороший заговор такой здесь. Тут за один ритуал можно вернуть всю вот эту вот кашу. А вот эта вот неуверенность в себе и страхи, мы гадаем на это, да. Такое ощущение, что оно вам просто как прилепили, как жвачку, понимаете, вот. Такой вот человек ненавистный, который просто от злобы своей не особо понимает, как на вас действовать, и в то же время вот аж, знаете, смотрит на вас. Вы знаете, как быдло такое, да. Жуёт жвачку, смотрит на вас, а потом хочет прилепить вам волосы, бросить, да, или на лоб прилепить. И вот чувствуешь от этого неприятность. И вот вы как раз таки чувствуете не неуверенность в себе, не эти страхи, а чувствуете вот эту вот неприятность от какой-то вот такой вот работы на себе, да. И вы понимаете это. И вот неприятно, и даже не знаешь, что делать обычно в этих ситуациях. Но мне вот тут вот карты реально говорят, что надо просто делать с этой бабой повешенного, всё ей отдавать, понимаете. Причём я вам, девочки, вот конкретно говорю, да, от врага избавляемся. Даже если вы думаете, что у вас нету никаких врагов, найдётся тот враг. Когда вы прочитаете правильно Мансур, прочитаете заговор вот этот, сами хорошо, с чувством, с долгом, с точками, с расстановками, с паузами, всё правильно сделаете, да, как написано, они такие нетяжёлые. И вылезет вот этого какая-то дрянь, понимаете. Она на вас, кстати, как и прямо смотрит всё равно. Потому что вот это можно делать только на людей, на которых прямо смотришь. У неё есть возможность такое делать, прямо на вас смотреть, как на врага своего. Вот хоть бы у кого выпали какие-нибудь маленькие, какие-нибудь такие страхи. А тут, девочки, обратите внимание. Так, а давайте посмотрим, знаете что? Я всё равно тут доложу на ваш вариант, потому что такой вот конкретный, конечно. Аж горит, аж горит вот эта ненависть такая. Что сделать для того, чтобы... Что сделать быстро, чтобы это быстро вернулось туда, к этой, которая вам зла желает, ненавидит? Ну, тут только вот этими методами, девочки. Только обраткой, только колоть. Ещё один такой вариант есть, да. Смотрите, мансур, ищите сами, готовитесь, да. Но так как сейчас я этот расклад делаю на растущую луну, да, вы его, если смотрите, обязательно посмотрите, если смотрите на растущую луну, попробуйте только вот мансур-заговор. Или потом для других, для обращения к мастерам, лучше ждать уже убывающую луну, чтобы избавляться от врага, да, вот этого. Либо, вот просто, знаете, вот, если вам говорят гадости, конкретные гадости, тоже высказаться в этом плане. Только помните, соблюдаем, девочки, административные и уголовные кодексы. Если на вас напали, если вам говорят гадости, если вас загнобили, может, даже стоит обратиться, как говорится, в соответствующие органы. Если вас там третируют так, да. Если это идёт какая-то работа, вам неясная, да, это можно вывести врага на чистую воду. Сначала попробовать вот этими мансурами, потому что на растущую луну вот другого ничего такого. Я вам сейчас не посоветую на растущую. И ещё есть у меня, девочки, в этом, в плейлисте, магия работает. Там есть с перекладкой на вражину, на врага, да, с обраткой. Вот тот ритуал бы вам тоже не мешало бы посмотреть. Только вы должны точно знать, кто это. Если вы не знаете, просто читайте, делайте мансур какой-нибудь простой, ну, такой заговор. И вот этот вот враг, он зашевелится, вы его увидите. Может, на вас какая-то новая нападка будет. Но тут нету просто неуверенности в себе и нету просто страхов, да. Это просто вас уже кто-то доколупал просто. Вот такие вот дела, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok